Добрый день, в эфире программа Крупный план, у микрофона работает Мария Кожевникова. Интервью в рамках нашей программы сегодня дает директор Кировского лесопромышленного колледжа Алексей Устюгов. Алексей Юрьевич, добрый день. Добрый день, Мария. Программа наша выходит как раз в дни замечательного события. 18 марта 1949 года вышел приказ Министерства лесной промышленности СССР об образовании лесотехнического техникума в Кирове. В то время техникум, теперь уже колледж, лесопромышленный колледж, и празднует он в этом году 70-летний юбилей. Алексей Юрьевич, поздравляем от души вас, всех преподавателей и студентов с этим замечательным событием. 70 лет, на ваш взгляд, это много или мало для учебного заведения, и с какими результатами вы к этому юбилею подходите? 70 лет это достаточно большой срок, чтобы осознать о том, что было сделано, какие цели и задачи были достигнуты. Колледж за время 70-летия подготовил более 29 тысяч выпускников, и около 2 тысяч из них получили дипломы с отличием. В колледже было построено 2 общежития, появилось 8 спортивных залов, 6 компьютерных классов, достаточно большая материально-техническая база по подготовке водителей и студентов по специальности технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. Хотя мы создавались именно для подготовки кадров лесной промышленности, с течением времени мы немножко расширили перечень своих специальностей, и теперь у нас их уже 9 по 3 различным группам. Это экономика управления, транспортное средство и сельское, лесное и рыбное хозяйство. Ну вот вы сейчас перечислили заслуги колледжа, развитие колледжа. Может быть, вы расскажете о каких-то заслугах студентов, ведь, наверное, они в первую очередь важны для вас. Да, конечно. За последние 10 лет у нас появилось около 10 победителей и призеров Всероссийских Олимпиад по специальностям экономика, бухгалтерский учет в первую очередь, а также по технологии деревообработки и технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. То есть после региональных этапов мы выезжали на российские олимпиады и успешно представляли Кировскую область на данном уровне испытаний. Ну вот и еще о результатах. Хотелось бы вот какой вопрос в нашей программе поднять и подробнее об этом поговорить. Один из важнейших результатов для колледжа, вообще для любого учебного возведения, это, я думаю, что трудоустройство студентов. И, насколько я знаю, лесопромышленный колледж как раз одной из главных своих задач, результатом работы считает не только выпуск, но и трудоустройство студентов. Потому что многие, особенно в вузах, студенты, ну это их задача, это их ответственность найти хорошую работу после выпуска. Вот, насколько я знаю, в колледже, в вашем это не так. Ну, есть, конечно, у нас и определенные успехи, и определенные трудности по трудоустройству. Ежегодно мы выпускаем на рынок труда более 200 выпускников по различным направлениям. Конечно же, около четверти сразу же у нас призываются вооруженные силы, поэтому у них бывают небольшие трудности с дальнейшим трудоустройством уже после армии. Но колледж постоянно поддерживает с ними связь и старается удовлетворить их запросы, если они обращаются к нам за помощью в таком трудоустройстве. В основном, половина из тех, кто вот сейчас находится на стадии выпуска, то есть на преддипломной практике, уже планируют трудоустроиться после окончания колледжа. В основном, конечно, выбор идет в пользу областного центра и близлежащих городов. То есть у нас представители районов Кировской области оттуда уезжают, и небольшое количество планируют вернуться обратно к себе на предприятие своего района. Но вот эта проблема... Да, это достаточно серьезная проблема, и не только для нашего колледжа, поэтому мы стараемся всеми силами в эту статистику немножко изменить. То есть мы стараемся выезжать на экскурсии в предприятия районных, выезжаем на дни открытых дверей для привлечения абитуриентов, и как раз таки обозначаем ту задачу, что вас ждут в районах обратно. То есть, когда вы закончите наше учебное заведение, то хотелось бы, чтобы вы возвращались в свои районы для дальнейшего трудоустройства. Ну, общий процент, конечно же, трудоустройства достаточно высок, но по специальности все равно я считаю, что он еще недостаточен для того, чтобы удовлетворить все запросы работодателей, которые в большинстве своем присылают нам заявки на трудоустройство, но не все мы, к сожалению, можем удовлетворить. Ну, это в основном, конечно же, зависит от желания студентов. Ну, то есть, получается, что, казалось бы, что это непростая задача в сегодняшних экономических условиях трудоустроить вчерашних студентов. В вашем случае получается наоборот, да? Получается, что у работателей есть интерес, но нет такого предложения. Да, скорее всего, наша молодежь еще в этом возрасте не определилась со своей профессиональной траекторией, и поэтому многие, даже подходя к завершению своего обучения, понимают, что они бы хотели немножко изменить направление своей профессии, и идут дальше учиться, и проходят переподготовку на немножко другие специальности. Также есть, может быть, мнение у студентов, точно не могу сказать, оно достоверное или нет, но, по крайней мере, по нашим опросам студентов, не все готовы идти работать по специальности. То есть, готовы идти работать, но иногда их отталкивают те предприятия, на которых они, допустим, прошли практику. Или просто предприятий в наших областных центрах не хватает на всех желающих там трудоустроиться. Ну, то есть, вот здесь уже вопрос предприятий, да, вот какие условия они, может быть, должны предложить, да, абитуриентам, студентам, чтобы они захотели прийти на них работать? Ну, я бы сказал, что предприятий достаточно много, они относятся либо к малым, либо к средним предприятиям, поэтому каких-то глобальных условий, вот, чтобы прямо все абитуриенты пожелали там работать, им создать сложно. То есть, это такая задача совместная и с администрациями районов, и со школами, и с нами, для того, чтобы сформировать положительный образ жизни вот в районах области. Ну, может быть, есть какие-то вот конкретные вещи, да, о которых вам студенты говорят? Ну, вот, допустим, те же районы, да, возьмем, о которых вы говорите, куда трудно, может быть, уговорить поехать студента, да, и нужно ли уговаривать, вот, может быть, предприятие должно какие-то свои условия интересные предложить. О чем студенты говорят? Что им хочется? Конечно, студенты большинство, в большинстве свое называют высокую заработную плату. Иногда для студентов возраста 20-21 год бывает тяжело сразу работать на предприятиях, по 12 часов смены есть. То есть, иногда отталкивают вот эти условия, созданные на предприятиях. Но сейчас жилье служебное предоставляется практически нигде. Только очень крупное предприятие может позволить себе оплачивать либо съемную квартиру, либо предоставлять служебное жилье. То есть, возможно, это наши студенты и не могут отойти от мысли, что нужно уезжать из районов. Где-то из районов уезжает просто большинство, и поэтому студенты просто не хотят выбиваться из вот такой, такой, так скажем, тенденции. Им бы, конечно, лучше в новых местах или даже в своих же старых находиться со своими сверстниками. То есть, те, кто одновременно с ними учился и затем вернулся на работу. Даже просто в различные предприятия, но в одно место. То есть, было бы здорово, если бы работодатель подавал вам заявку не на одну вакансию, а сразу на несколько. Да, это намного облегчает, так скажем, нашу задачу для мотивации студентов вернуться. И даже, может быть, если кто-то бы просто хотел поменять немножко образ жизни, поменять место проживания, то есть, сам район, может быть, для него стал бы какой-то точкой притяжения в этом плане, когда он бы увидел перспективы даже совместного трудоустройства со своими сверстниками, однокурсниками и тому подобное. То есть, как мы обсуждали на недавнем круглом столе с несколькими работодателями, большинство из них как раз-таки наши выпускники, которые работают сейчас на должностях, и главных технологов, и инженеров, вот, они как раз-таки говорят, что вот первые 5-10 лет нужно именно усиленно работать и ставить себе задачу влиться в коллективы трудовые, узнать намного больше о отрасли. И только тогда, когда ты вложишь свои усилия, свои навыки, знания, приобретешь много нового, то ты начнешь получать именно отдачу и удовлетворение от своей работы. Поэтому неважно, где студент будет работать, главное его именно, его цели, что он хочет от своей дальнейшей, наверное, жизни. Может быть так. Ну да, ведь многие хотят и в районы вернуться. Нельзя говорить, что все хотят жить в городе, дышать грязным воздухом. Многие хотят на свежий воздух, здоровых детей и так далее. А вот, может быть, есть у вас практика обучения по направлениям, когда студенты, абитуриенты уже сразу приезжают, зная, куда вернуться? Практика такая есть, особенно, когда именно династии или поколения работают в определенной отрасли, есть уже свои предприятия, и дети, многие уже знают, что они вернутся, допустим, к своим родственникам, будут работать по этому направлению. И такие студенты, они как раз наиболее эффективно проходят обучение и берут максимально из того, что колледж им предоставляет, какие навыки и знания. Есть также, второй год уже действует программа на уровне Кировской области. Это стипендия правительства Кировской области, которая предоставляется студенту, который заключил четырехстороннее соглашение между предприятием, колледжем и... между предприятием, колледжем, и сам его подписал для того, чтобы у него было гарантированное место для практики и трудоустройства. В рамках этого соглашения студент получает достаточно хорошую стипендию от правительства области. И единственное, как бы, его обязательство, это отработать три года, не менее трех лет, на предприятии, с которым он это соглашение заключил. То есть предприятиям это соглашение достаточно выгодно, потому что они гарантированно получат человека. Но студенты пока вот с небольшой опаской заключают такие соглашения. Ну, казалось бы, ведь для них это тоже выгодно. Да, вот все здесь, ну, по крайней мере, по нашему мнению, должно бы студентов сподвигнуть на заключение этих соглашений. У нас опыт был такой у одного студента, и он достаточно успешно заключил договор и сейчас работает, причем даже он работает в районе не том, откуда он приехал. То есть он немножко поменял даже район, хотя они смежные, на Линский, Сумской. И вот, по крайней мере, он успешно сейчас работает на предприятии. И мы ежегодно предоставляем информацию о такой возможности всем нашим студентам. А чего остальные опасаются тогда? Возможно, именно вот обязанности. То есть они считают, что они в любой момент как бы могут поменять свою траекторию жизненную, куда-то уехать. Или, допустим, семейные какие-то могут сложиться ситуации, что в этот район он не сможет поехать после окончания колледжа. Я думаю, что вот какая-то опаска есть именно обязательства. То есть это же обязательства, которые берешь на себя ты и будешь должен его выполнить. Вот. Может быть, это отпугивает. Но мы стараемся делать все, чтобы студенты осознали свой путь. И если они уже знают, на какое предприятие они пойдут, они прошли там несколько практик, то никакой сложности не возникает в том, чтобы закрепить свое право трудоустроиться на этом предприятии таким соглашением. По крайней мере, работодатели это приветствуют. Но вот студенты в разных районах области по-разному заключают такие соглашения. Ну, от предприятий, наверное, тоже много зависит, да? Какие им условия пообещают? Ну, вот некоторые обещают такие условия, что человеку даже не нужно заключать эти соглашения. Они вот прямо готовы туда бежать, так скажем. Ну, вот если рассказать о недавнем опыте нашем с такой достаточно интересной компанией Джулия Новорс Кирово-Чепецкий мебельным предприятием, то 11 человек, которые прошли практику одновременно на этом предприятии, сейчас даже иногда и опасаются, что кого-то возьмут, кого-то нет. То есть они бы хотели практически все там поработать, особенно ребята, которые уйдут в армию и боятся, что через год их не возьмут. То есть вот даже такой случай у нас сейчас происходит. Ну, не на все предприятия вот прямо так горят желаниям идти наши студенты. Ну, то есть предприятиям тоже, значит, нужно приглашать не только на работу, но, может быть, и на практику заранее, да, если они нужны? Да, вот в этом как раз-таки у нас иногда предприятие не совсем правильно реагирует на наши запросы, что они присылают заявку, когда им вот нужен прямо сейчас человек. То есть человека для своего предприятия нужно готовить за полгода, может быть, за год. То есть самые оптимальные заявки отправляют нам в февраль-март, когда студенты должны уходить на преддипломную практику, и тогда будет намного эффективнее студенты поработать на предприятии, узнают его, и повысится шанс его трудоустройства. Еще один пример, который хотелось бы привести, это наше сотрудничество с Вятским панерным комбинатом. Мы уже второй год создаем, согласуем план взаимодействия по подготовке кадров и в нем мы затрагиваем сферу именно нашего сотрудничества в процессе подготовки. То есть мы заранее уже знаем, какие вакансии требуются на этом предприятии. Мы проводим совместные тренировки и чемпионаты между студентами и рабочими. Проводили лабораторные работы в стенах предприятия, и я считаю, что это очень эффективно для подготовки коалифицированных кадров сейчас. Ну вот я правильно услышала, что сейчас как раз то время, февраль закончился, но идет еще март, когда работодатели могли бы к вам обратиться, подать свои заявки. Как они это могут сделать и в каком случае? Да, мы всегда рады принимать заявки от работодателей. На нашем официальном сайте есть официальный адрес электронной почты, поэтому в письменной форме мы принимаем и рады принимать заявки от всех работодателей на то, какие необходимы профессии для данных предприятий. Конечно, мы будем стараться их удовлетворять и направлять студентов сразу на преддипломную практику. Давайте еще к юбилею вернемся, в конце программы. Вы, наверное, ведь собираетесь как-то эту дату отметить. Как это будет происходить? Да, у нас торжественное мероприятие намечено на 22 марта 14.00. Будет оно проходить в нашем актовом зале, который был отремонтирован 6 лет назад, и мы очень рады и всегда были рады приветствовать наших выпускников на таких мероприятиях. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить всех выпускников, кто еще у нас не записывался на данный юбилей, по телефону, который указан на сайте колледжа. Поэтому отправляйте заявки, мы всех будем рады видеть. Ну и, наверное, хочу поздравить наших сотрудников, преподавателей и всех выпускников с этим замечательным праздником. И здесь, наверное, еще об одной дате стоит нам напомнить. Весна – это всегда дни открытых дверей в учебных соведениях. И я думаю, что в ближайшее время и он у вас будет. Да, в связи с юбилейной датой наш день открытых дверей, который обычно проходил в конце марта, он переносится на начало апреля. То есть 6 апреля в 12 часов мы ждем всех абитуриентов, родителей у нас в колледже для того, чтобы провести такое мероприятие и рассказать всем абитуриентам о наших специальностях, о правилах приема и ответить на все интересующие вопросы, которые вы всегда можете задавать как по электронной почте, так и по телефонам нашего колледжа. Мы рады взаимодействовать. То есть не только в день открытых дверей, а всегда могут обращаться к вам? Да, конечно. Прямо с сентября у нас уже есть звонки о том, что родители беспокоятся, как их дети будут поступать. Поэтому интерес у родителей достаточно высокий. Спасибо Алексею Вистюгов, директор Кировского лесопромышленного колледжа. Это была программа «Крупный план». Всем спасибо и хорошего дня. Спасибо. Спасибо.